по сути сегодня 8 марта буду готовить шашлык я считаю этот шашлык значит самый вкусный из всех шашлыков что вообще могут быть просто вкусно и быстро и хорошо что надо знать для приготовления шашлыка если вы купите мясо не то что нужно плохое там старое вы никогда хороший шашлык не сделайте не приготовить мы обычно берем ошейки надо проверять тут такая штука жила есть чтоб она была вырезана если нет то берете вырезаете сами то есть вы поняли шашлык мясо на шашлык нужно брать с правильной части мы берем обычно ошейки и всегда все получается начинаем нарезать я режу обычно я не знаю как это называется вдоль поперек я режу так но такими штуками сразу и вижу нет вы поняли вот это лежит ошейки и поперек я режу куски теперь вот эти куски беру и делю примеру на 3 как раз чтобы нанизать нашу равномерно на 3 части таки так продолжаем нарезать значит куски не должны быть маленькие кусок должен быть нормальный кусок зачем почти почему потому что тогда мясо будет сочная в середине а если вы меленьким нарезать нарежете то получите не шашлык а сухарики этот кусочек вот так надо бы так так и продолжаем взяли целый а шеи целиком нам его как раз хватит будет достаточно в принципе почему я говорю что этот самый лучший рецепт без лишних заморочек говорю я это потому что плане приготовления шашлыка мы уже перепробовали все что можно абсолютно все что можно и замачивали по-разному короче все всего и в майонезе там и томате и в чем-то как они замачивали я это к чему говорю к тому что если мясо не то что нужно я не знаю хоть и в золоте его купайте то шашлыка нормального вы не получите примерно смысл такой так мясо я нарезал сейчас почищу две луковички нарежу туда брошу потом будем солить перчить и так далее и по тому подобное так почистил я две луковые лица сейчас я нарежу нарежу обычно просто значит никакой полу кубы нанизывать лук не буду полукольцами так потоньше чтобы луковичка пускала сок когда лук я высыплю мясо надо лук хорошенько пожмакать чтобы он пустил сок и с мясом сделать то же сам так лучок отправляем хорошенько его надо вот так пожмакать сам лук он пустил сок значит казалось бы можно лук перебить ну сок сок чтобы он сок пустил то ли на мясорубку то ли погружным но мы пробовали один раз так делали сильно дает привкус горечи вот когда вот так самый раз так солим соли не жалеем ну чтобы не пересолить перчим за одну ок ветер мухнул почему сошейка получается вкусный мягкий сочный шашлык потому что вот мясо идет и про слоечки жирка и она получается в общем сочная вещь что такое а шеях на шее там мышц как попелух нету это не надо к ну ка пробуем еще солим еще перчим чуть-чуть так еще наверное добавлю тут приправа стоит так пахнет вкусно грузинское мясо вот так и в плане вот когда перемешиваем получается мы и немножко пожмакали мяско и лучок вкусно пахнет чуть-чуть добавим хватит на и так хорошенько перемешали теперь что мы делаем такая коробочка классная а вытираю закрываю коробочку вот так для закрепления результата в общем вы поняли и все это получится самый лучший шашлык в мире я же говорю мы переброгали во всем и уксус и лимон добавляли и что только не делали лимон делает жестче чуть-чуть мясо уксус то же самое значит делайте вот так и будет всегда все отлично а еще значит чуть не забыл вам сказать почему я так сильно мясо жмакал и колотил потому что чтобы ускорить процесс ну как бы вот этого просаливания проперчевания ну то есть мариновки процесс ускорить потому что мы уже где-то через час будем жарить шашлык а если не быстро там на завтра допустим или с утра там готовите на вечер то это все делать не обязательно он промаринуется прекрасно и так все мясо теперь отставляем ровно на час где-то в холодное место сейчас на улице прохладенько можно тенечек вот так поставил его главное чтобы кошки или собачка какая-то не украли и все и в принципе можно уже разжигать костер чтобы хорошо угли прогорели чтобы был хороший жар а хороший жар это очень тоже немаловажно это тоже успех хорошая штука ну все это мы будем смотреть процессе от и пришла узко а я пораньше начинаю сжигать потому что дождь сыра надо немножко заранее костерчик раскочегарить скажем так потому что потом проблемка может быть такими маленькими сухими разжога сейчас будут абрикоску подбрасывать так ребята начинаем нанизывать шашлык значит что я забыл одно сделать когда его резал вот это все мариновал я забыл капнуть сюда чуть-чуть подсолнечного масла она тогда меньше подгорает но ничего страшного можно в конце это абсолютно роли не играть чуть-чуть сейчас его перемешаю буквально граммульку достаточно все перемешиваю и нанизываю так все нанизываем берем вот так и нанизываем весь подряд весь подряд я сейчас нанежу кусочков 6 наверно и схожу примерю внушем как разного на остановилась наверняка еще я говорю насчет 6 кусков мы когда в грузии были у них там стандарт шашлык 6 кусков мясо так все примеряем стало как раз но тут раз два три 4 5 кусков ну у них там мангал его они же там шашлыки такие километровые едят так продолжаем не знать дальше все образец у нас есть стандарт по длине не все поехали так ну в принципе когда шашлык от нанизываете значит между ним можно нанизывать ну на любителя кто-то любит помидор нанизывать можно нанизывать болгарский перец можно нанизывать лук это говорится на любителя мясо мы не на шампура нанизали вот этот лучок есть любители допустим шашлык уже готовый на разносу так положили и высыпают вот это сверху но это тоже на любителя если люди любят так мы любим по всякому и так и всяк так все ребята идемте к огню еще еще немножко не прогорела ну ничего что не успеет догореть мы просто раздвинем вот эти толстые в сторону отодвинем и все же я думаю жара там достаточно или дни сейчас немножко тоненьких подкину веточек все-таки все-таки тоненьких сверху сейчас подброшу можем быстрее так ну что ребята ложим ложим мясо кладем кладем так ребята пробуем проверяем шашлык я думаю супер этот готов следующий все все сейчас снимаю и укладываем мясо снял посыпаем немножко так ручку совсем чуть-чуть как ребята шашлык поехал на стол все ребята мое последнее слово жар смотрите какой шикарно ничего не горело и шашлык просто можно умереть от запаха готовьте пусть у вас все получается мужской шашлык он очень вкусный все с праздником до свидания